Здравствуйте! На портеле Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня у нас вот такой вопрос. Может ли человек изменить свою судьбу? Ну, несмотря на то, что слово «судьба» встречается в Священном Писании неоднократно, ну, например, в книге Сираха есть такие слова, как «глина у горшечника в руке его, и все судьбы его в его произволе, так люди в руке сотворившего их, и он воздаст им по суду своему». Или в книге Прич, например, Господь говорит, многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Вот, казалось бы, прямое подтверждение тому, что у каждого человека есть судьба. Судьба человека от Господа. Но православная церковь всегда утверждала, что то представление о судьбе или фатуме, которое существовало и продолжает существовать в языческом мировоззрении, что есть некий путь, от судьбы не уйдешь, от судьбы и с умы не зарекайся и так далее. То есть, что бы ты ни делал, есть предначертанное представление о судьбе, судьбе с большой буквы, представлением о судьбе наполнены языческие мифы и вообще в целом языческое мировоззрение. Достаточно вспомнить известный миф об Эдипе или множество других подобных мифов, где человек, узнавая заранее тем или иным образом свою судьбу, пытался от нее убежать, но именно, что бы он ни делал, все равно, больше того, даже его эти поступки приводили к тому, что именно это и случалось. Для тех наших зрителей, которые знакомы с современной мультипликацией, этот пример можно хорошо подтвердить. Это представление можно подтвердить примером из мультфильма «Конфу Панда-1», где опасный преступник, заточенный в совершенно невероятных условиях, в тюрьме, из которой невозможно было бы сбежать, возникает опасение, что он оттуда сбежит. И специально посылается вестник и гонец с требованием усилить меры охраны. И именно приход этого вестника и гонца позволяет заключенному, в конце концов, сбежать. Вот это вот такое классическое языческое представление, что бы мы ни делали, больше того, любые наши попытки избежать судьбы, наоборот, приведут к тому, что именно это с нами и случится. Так вот, такое представление о судьбе как неизбежности, который, что бы мы ни делали, все равно с нами произойдет, церкви не свойственно. Более того, многие святые категорически выступали против такого мнения и опровергали его. Мы верим не в предначертанный нам путь, не в судьбу, мы верим в Бога и Его избранничество. Да, действительно, в Священном Писании есть и слово «судьба», и есть всевозможные указания об избранничестве Божьем. Например, такие замечательные слова есть. «Кого предузнал, того и предызбрал». То есть, действительно, Господь может предлагать нам те и иные обстоятельства нашей жизни, вести нас по жизни, направлять нас таким образом, чтобы мы, ну, например, как замечательная история про пророку Иону, который попытался сбежать от Бога, сел на корабль, плывущий в другую сторону, но Господь все равно, подняв шторм и через кита, проглотившего Иону, все равно доставляет его в город Ниневию, в который он должен был проповедовать. Да, Господь может вот таким образом, даже наши попытки уйти с предлагаемого нам пути, Он может нас направлять, подталкивать. Или наоборот, если Он будет считать что-то неполезное для нас, Он не пустит нас туда и не даст нам добиться того, что мы для себя считали бы важным или вожделенным. То есть, Господь, безусловно, промышляет от нас, Он вмешивается в нашу жизнь, Он вмешивается в нашу судьбу с маленькой буквы, но определяет эту судьбу в значительной степени наше поведение. Мы можем биться головой в стену до тех пор, пока не поймем то, что Господь считает важным для нас понятнее. Когда мы это поймем, стена вдруг исчезнет. И вместо стены появится сияющий путь, да еще и с ангелами, которые подхватят тебя под руки и помогут по этому пути идти. То есть, наше определение в этой жизни, наши выборы, которые мы делаем, они серьезнейшим образом влияют на то, что с нами в этой жизни будет происходить. И, конечно, наша жизнь и наша судьба не предопределена раз и навсегда. Хотя апостол предлагает нам то, что выпадает нам в жизни, принимать с терпением, смирением и, самое главное, с благодарностью Господу. Потому что не случайно святые отцы говорили, что первая ступенька в Царстве Божьем, первая наша ступенька на пути в Царство Божие, это благодарное принятие тех обстоятельств и условий жизни, в которых мы находимся. А дальше уже, когда мы с благодарностью примем, то мы поймем и увидим, как нам действовать, как нам жить, для того, чтобы, может быть, и изменить эти обстоятельства, и изменить нашу судьбу, подчеркиваю с маленькой буквы, поскольку судьбы Фатума как некого предначертанного нам пути все-таки с православной точки зрения не существует. Продолжение следует...